МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадую компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко, глядите в этом выпуске. Обденности областного родильного дома завтра поди размова в программе «Деалог» на телеканале «Беларусь-4». Мисс Вясну выбрали гомельским зержавным медицинским колледжи. Сёння Гомель Абл-Аутотранс проведе один и день пассажира. И больше подрабязна об этом и не только. На передо дня значался Международный день Жанчин. Жанчины зараз складают 53,5% насельництва нашего региона. Вогули середнестатистичные жихарцы Гомельской области 43 годы. Середний взрос уступлений Жанчину шлюп, что год повышается. На сегодня гэты пакашчик перевышает 25,5 годов. Многие жихарки региона вращаются с початку отримать профессию, а уже затем створать семью. Даряча узровень их адукации больше высокий, чем у мужчин. Самая популярная жанучая профессия – наставник. У сферы адукации працует каждая четвертая жихарка региона. На другим – место ахова здоровья. У этой сферы працует каждая семая. У троицы лидеров так само розничный хандль. У им заденечена каждая десятая жанчина Гомельщины. При этом сучасные жанчины с легкостью освоиваются и так званые мужчинские профессии. Сегодня женщины работают во всех сферах деятельности. Мы привыкли видеть женщину водителем троллейбуса. Мы привыкли видеть женщину руководителя. В год науки хочется отметить, что из общего числа лиц, работающих в этой сфере, женщины занимают 40%. До речи с пригожими и вытонченными жанчинами, которые виртуозно обладали мужчинскими профессиями, сустрелятся наши корреспонденты. Под обязанностей у Ганны Ковалевой. За ее плячима 47 годов водительского стажа. Напереде 6 км маршруту. За рулем троллейбуса Марина Семенова из колесила весь Гомель и проехала тысячи километров дорог. Ее працовный день начинается в 6.01 ранницы и заканчивается в 6 вечера. За этот период поспевает навернуть 12 маршрутных кругов. На угол у свой великий працовный шляхьян отправился на свое в 18 годе. Миновета у день нараджения написала первую заяву о працоводковании. Вы знаете, как приехала из деревни, увидела троллейбусы, так и моя душа заблела. И всю жизнь не жалею, всю жизнь работа очень нравится. Едешь, чувствуешь, что ты живешь. Природу видишь, людей видишь. Вот как-то вот это настолько там все это вот. Тут, кажется, сложного ничего нету и для женщин. На суперок стереотипам сучасные женщины виртуозно кируют не только автомобилями, а и велизарными коллективами. Так, в Гомельской области на посадах старшиня у райбы Конкама сегодня працуют две женщины. Дубрыжский район узначалевая Вольга Мохарова, а в Мазырске – Алена Пауличка. При этом кожная справляется со своими обовязками не горш за мужчин. А многим из них по обовязку службы каждый день дает мытовые указания. Работать с мужским коллективом гораздо, наверное, проще, чем и с женщинами. Потому что у женщин всегда тысяча есть хлопот, забот. Помимо работы, еще повседневные отзывы. И как женщина, я всегда ухожу в их ситуацию. И, соответственно, чем могу, тем помогаю. И там, где сдавалось об женщинам, уже не хопить. Вытремки и силы воли яны снова доказывают свою профессийную компетентность. Одна из них – Ганна Феодотенкова, следшая по особливо важных справах. Кажут в детстве Марла о белом халате и карьере урача. Однако, батьковский приклад и популярные детективы переважили чашу на корысть профессии следчиха. Свои первые кроки в этой сфере крохкая блондинка зарабила в 2009-м. А праздник отрымала пешу подяку за поспех в службовой деятельности. Зараз я напрацую над четырьмя криминальными справами. Часом ей доводится выезжать на место серьезных сдарений. Меть справу с наркодилерами и держать в руках речевая долга за коштом десятки тысяч рублей. На мой взгляд, сказать, что профессия – это мужская или женская – невозможно изначально. Потому что как мужчина, так и женщина, не каждый способен работать в данной структуре. В наших руках – судьбы других лиц. Мы должны докопаться до истины виновное лицо, либо невиновное лицо, для того, чтобы не поломать кому-то жизнь. Лицо, которое является следователем, оно должно обладать высокими моральными и нравственными качествами. Порядочность в первую очередь. Не глядячи на моцный характер, силу воли, незвычайные интеллектуальные и героиницкие сдольности, каждая из них – все-таки женщина. Моцная, которую робят звычайные приемные дробязи. Такие, как, например, кветки – те теплые слова по жаданию. Восьмых осаковика. Ганна Ковалева, Яуген Макин, Кателерадо, компания «Гомель» при допомозе телеканала «Мазыр». По выниках минулого года на «Гомельщине» зарегистрованы самые низкие сяродообластей Беларуси у зровень дитячей смяродности. Не уапошнюю чергу, гэты покажчик досягнуты, дякуючи використанню сучасных технологий у медицине. За кошт бюджету набываются новое обсталявание и высокоэффективные леки. Подробязности у Олега Сенсюрова. У сенсии оказания медицинских послуг в «Гомельске» областной клиничный роддом максимум одна из самых дорогих больниц в регионе. Правда, сами женщины об этом часто навыц не загадываются. Усе выдатки берет на себе бюджет. Сродки, які выдаткуются на медицину, сегодня сяродны больше значных артыков бюджетных расходов. Это дозволяе не просто набывать сучасные обсталявания и высокоэффективные леки, али досягать головные меты, заховывать життё людей. По «Гомельским областным роддоме» кажут, что в следующем году 15-м, а в таком узровне техничной оснащенности, навыц не марали, уже вопрос некольких годин после нарожения дитяти, медики проведут первое обследование и назначат отповедный курс для очения, часто вельми нетанного. Выхаживание одного недоношенного ребёнка в отделении реанимации интенсивной терапии в сутки обходится в тысячу долларов. Это уже подсчитано в мире. Ну и у нас не меньше. Вот считайте. Конечно, для бюджета это достаточно весомо, но государство идёт на это. И бывает, что лечение для тяжёлой пациентки с тяжёлыми заболеваниями или осложнениями беременности тоже обходится в копеечку. Однако государство на это денег не жалеет. Нельзя сказать, что в роддоме бюджетные гроши никто не лечит, а на молодых матери не экономит. Бдай один, за что женщинам приходится платить, так званые партнёрские роды. Кали при народжении детяти присутствуют ничем уж те инши родные. Усё остатные бесплатно, включающие пятиразовое сбалансованное харчевание. У хомельчанки Алины Чёрной всё это народилось уже другое дитя. Кажа, что задовольна усим и относится к медперсоналу и умовами. На ужин либо каша, либо картофельное пюре с каким-то мясом или рыбой, либо какой-то другой гарнир. Каша, например, гречневая с творогом, либо каша с йогуртом. Ну, соответственно, между завтраком и обедом полудник, и полудник между обедом и ужином. Сегодня у хомельчанки опасным роддоме поспехово выхоживают зятей в агаеких при народжении, не превышая 800 граммов, а малютеры разы меньше звычайного. Причем это уже летится нормой. Зараз в отделении для недоношенных детей находится 25 немовлят. Некто проведет тут тысень, некто больше к месяц. На кожных языках у сутки бюджет выдатковый до 100 рублёв. И те дети, которые раньше не могли выжить, они выживают. И мы можем выхаживать детей, которые родились с весом меньше килограмма. Самый маленький ребёнок, вот у нас лежал в отделении девочка лежала, с весом 630 грамм при рождении. Олег Сентяров, Еген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Дарыча намесник головного урача Гомельской областной клиничной больницы по акушерстве и гинекологии Светлана Мальцева у пятницу 10-го саковика станет гостей программы «Деалог». Я на выйдзе у эфир на телеканале «Беларусь-4» у 19.01.20 хвилин. Свои пытанье на конт деянности областного родильного дома вы можете задать гостя программы, потелефоновавши по номеру промога эфиру у «Гомели» 77 68 45. Специальный жилет, жезл и форменный головный убор. Гомельчанки на некольких хвилин перетворились у инспекторов дорожно-постовой службы. Держа ута инспекция повиншевала жанчин водителев с 8-м саковика. На центральной площади Гомеля отбылась акция «Леди инспектор», и она проходила в стиле «Челлендж». У дельницы передавали эстафету одна-одной. Для этого нужно было опронуть жилет ДПС, взять в руки жезл и разом с инспектором спынить автомобиль, за рулем которого так само находится «Леди». Все отримывали подарки и кветки. Гомельчанкам такой способ виншевания от держа ута инспекции произошелся до сподобы. Необычно, впервые такое в моей жизни. Поздравления от сотрудников ГАИ тоже впервые. Приятно, что остановили не для проверки документов, а для поздравлений. И акция интересная. Очень неожиданно, сразу настроение, конечно, поднялось. Почаще бы такие акции проводили. Хотелось бы от себя лично и от всей госавтоинспекции Гомельской области и от города Гомеля поздравить с весенним праздником, пожелать счастья, здоровья, прямых солнечных дорог, счастливых попутчиков, всего самого наилучшего. Акция «Леди инспектор» не только виншевальная, але и профилактичная. Удельницам так само нагадали и про необходность притрымливаться правилам дорожного руху. Больше за тысячу руж передали жанчинам на улицах Гомеля. Таким способом, с надыходящим святом, пригожую полов областного центра вырошла повиншевать предприемство «Коминтерн». Подарунки жанчинам уручали галантные мужчины у костюмах от гомельского вытворца. Старт виншевальному марафону дали на улице Хатаевича. Там раздали каля 200 ружев, так само паштовок и поветранных шаров. Затым организаторы акции рушили по голодных в улицах города на белом лимузине. Аутомобиль проехал по улице Хатаевича, Советской и Барыкина, Таречицкого проспекта. По шляху лимузин припынялся, как мужчины могли раздать черговую партию кветок. Акция пройшла в першиню, и меркуючи по эмоциям худельниц, пройшлася им до спадобы. Я очень растерялась, так необычно и так радостно. И я так благодарна вам. Я уже бабушка, у меня шестеро внуков. И тем более мне будет приятно внукам сказать, что такое большое хорошее поздравление сегодня получила. Знала об акции, читала в газете. Пришли, увидели, удивились. Спасибо. Не ожидали. Очень приятно. Спасибо большое. Мы благодарим, что в такой радостный день подарили нам цветочки. Спасибо большое. Желаем всем женщинам любви, счастья и удачи. Конкурс грации и артистичного майстерства «Мисс весна-2017» отбылся у Гомельским державным медицинским колледжи. Как пройшло модное споборництво и кто завоевал корону переможцы, доведалась Ганна Корольчук. За все до отпрасованный белый халат, золотые руки и доброе сердце. 14 будущих медсестер, санитарных и зубных фельдшеров, акушеров вышли на сцену, кабуразить журы и глядачу своей прихожостю, талентом и артистичностью. На один день яны перетворилися у моделях, кулинаров и артисток. Обаятельность, привлекательность и, наверное, умение подчеркнуть то неповторимость, которое присуще каждой женщине. Умение найти взаимодействие с пациентом. Вы же знаете, что золотое правило, что пациенту всегда становится легче, когда медик с ним поговорит. А если это будет красивая, привлекательная, обаятельная девушка, то можно сказать, что иногда, наверное, обойтись без лекарств. Подчас конкурсу девчатам треба было пройти 4 этапы. У самопрезентации у дельницы повинны были рассказать про себя, причем зарабить это усяго за 2 хвилины. Потом продефилировать в вечерних уборах, выконать творчие задания и покарить журы своими кулинарными здольностями. Моя изюминка, наверное, в том, что я не подхожу под все стандарты. Я особенная. Подготовила, в принципе, как все. Буду удивлять своей личностью. Каб выбрать самую-самую, жюри пришлось добро попрацовать. Головный титул «Мисс весна 2017» отримала Алина Пигулевская, якая вучится сестринской справе. Первый вице-мисс обрали Катерину Кондратенко. Другой вице-мисс колледжа стала Виктория Рося. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня «Гомель Абл Аутотранс» проведет один день пассажира. В главном офисе и во всех филиалах предприемства будут працавать гаражные телефонные линии. У «Гомеля» свои пропоновые зауваги можно будет выказать по телефону ваше с 14 до 17 годин по номеру 21-72-44. Один день пассажира «Гомель Абл Аутотранс» проводит для того, как больше оперативно реаговать на зауваги пассажиров. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarchomil.by. И на гэтым выпуск завершенный у студы працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин